И всем привет ребят, с Мистер Вайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня мы вместе с вами протестируем новое устройство, которое я получил из нашей новой мини-игры, из темной материи. Сегодня мы будем тестировать Крусейдера с устройством на корпус на драйвера, посмотрим что у нас из этого выйдет, я что касаемо мини-игры уже нахожусь на 86 планетке и быть может уже совсем скоро мы будем делать полетик, да, ну конечно хотелось бы накопить еще и кристаллов и энергии, да, при том что у нас сегодня еще и стартовал новый ивент, ну как ивент, новый режим. Второй с первоапрельскими голдами, на которых тоже есть шанс чуточку половить и поформить этой энергии, ну и кристаллов соответственно, чтобы потом можно было бы это все дело приобрести. Ну а вы конечно же не забывайте поддерживать данный видос лайком, подписываться на этот канал, 200 лайков, это покупочка 300 энергии, поэтому если вы хотите чтобы мы все это дело добили до конца, приобрели еще энергии и закончили с этой мини-игрой, то обязательно поддержите данный видос лайком, за сутки набираем, 300 энергии покупаем, ну 200 лайков конечно набираем. Ну и также конечно не забывайте про розыгрыш, который есть у нас также на постоянной основе на канале, на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов, по моему личному тегу, в аккаунтике, вот здесь в настройках устанавливаете ТИМП, дальше в магазине оформляете покупку например танкоинов, либо ежедневных танкоинов, либо премки, ну и заполняете форму, которая есть в описании. Ну а мы тестировали прошлый раз паладина с этим устройством на Крусейдер, ну а сегодня будем тестировать Крусейдера. Если на паладине мне удалось накопить овердрайв 1 за 1 минуту, самое быстрое, то посмотрим насколько быстро мне удастся накопить этот же самый овердрайв, только уже на Крусейдере. Есть ли шанс вообще накопить его например меньше чем за минуту? По идее у Крусейдера оверка копится очень быстро и поэтому драйвер плюс кризис это наверное та возможность с как раз таки молотом, которая даст нам шанс на максимально большое количество прожать овердрайвов и плюс Крусейдера в том, что у него моментально прожимается овердрайв и вы соответственно сразу начинаете новый накапливать. На паладине все же вы когда прожимаете оверку, то у вас еще на протяжении 20 секунд работает овердрайв и накопление нового овердрайва не идет в полном объеме, как это может идти на Крусейдере. Потому что когда у вас рабочий овердрайв на паладине, то за киллы вы дополнительный процент не получаете, так же как и за доставки, потому что у вас есть уже имеющийся овердрайв, то есть он прожат. На Крусейдере же ситуация обстоит намного лучшим образом, поэтому надеюсь, что нам удастся все это дело реализовать. Меня еще и закидывают как раз на маленькие звонки, где у нас есть возможность давать очень и очень быстрые киллы. Ну вот и заодно мы все это дело сейчас протестируем. Запикиваю себя в катку в 11.40, ну и начинаем накидку. Плюс 2 килла, плюс 2 килла уже у нас 50% овердрайва есть, 60% овердрайвов уже есть, 70% овердрайва уже есть, за каждый килл просто там нереально большое количество летит. Плюс 13 вроде процентов к как раз таки овердрайву и это выглядит максимально жестко. 80% оверки у меня уже имеется, я запикался в катку, уже забыл во сколько. Так, ладно, давайте 95, сотка есть, сразу вживаем просто безравенцы куда эту сосулю, только не в минус пожалуйста. Блин, падаем к сожалению в минус, так, но это первый овердрайв, если что. Это первый овердрайв, но пока что выглядит очень жестко, ну именно по скорости накопления оверки. По скорости накопления оверки прям выглядит максимально жестко. Так, пробуем уничтожать дальше противника. Так, первый килл есть, 30% бах, еще киллочек. Так, что у нас там вообще? Рельса, гром, рельса, 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 рельса. Шафт, рельса, гром, рельса, гром есть и шафт. Возьмем резист, чтобы у меня резист от всех был. Ну и вот именно комбинация кризиса плюс драйвера мне, например, нравится больше всего. В моем понимании именно эта комбина будет пользоваться максимальным спросом, а не, например, те же самые два драйвера, как мне, например, рекомендовали использовать. Если у вас есть желание, чтобы я эти два драйвера вместе протестировал, то обязательно, конечно же, поддержите данный видос лайком. Так, ну вот сейчас мы смотрим. 10 минут было ровно. Ровно 10 минут. Проверяем. Проверяем скорость набора. Так, 6. Я дал два килла, и, кстати, мне за эти два килла дополнительный процент не дали. Значит, все-таки есть какой-то тайминг после прожатия оверки, когда не идет дополнительный процент. Когда не идет дополнительный процент. Ладно. Есть килл. Есть килл раз. Есть килл два. Есть килл... Блин, третьего не убивать. Никак не могу. И меня рельсой просто сливают. Так, 25 секунд до конца. Ну как, 25 секунд до момента, как я хотел бы овердрайв прожать. Да, быстрее минуты. Быстрее минуты нам надо накопить одну оверку. Быстрее одной минуты. Реально ли это вообще сделать или нет? Реально ли накопить быстрее одной минуты овердрайв? 90. Да, есть контактик. Но у меня изначально он не прирастал. Да, то есть изначально оверка после прожатия, она дополнительно почему-то не идет. Я не знаю. Вот видите, я сейчас, например, даю килл. Да, и мне за этот килл дополнительно оверку не дали. То есть есть, например, какой-то процент. Например, 10. Да, который копится без дополнительного прихода по как раз-таки овердрайву. Либо по таймингу как-то это дело работает. Ладно. 20 секунд у нас прошло. Еще килл. И еще килл. Походу, вот это вот самый быстрый будет овердрайв. Походу, это самый быстрый овердрайв. 90. Ой, 80. 80 меня, к сожалению, сливают. 40 секунд у нас прошло. 40 секунд прошло. Так, ну вот получается, да, где-то, короче, около... Около 45 секунд вот этот вот овердрайв был. 45 секунд. Ну, грубо говоря, конечно, если сильно постараться, то по идее, наверное, можно набивать... Ну, вот давайте, грубо считаем, что вот мы начинаем с восьмерочки. Потому что эти 10 процентов, они накапливаются автоматически. Да, без дополнительных киллов. Ну вот старт у меня. Поехали. Так, килл раз. По мне очень большое количество урона начинает летать. То есть килл 2, килл 3, килл 4, килл 5, 6 киллов. 6 киллов. За 6 киллов у меня была бы оверка. 30 секунд прошло. 30 секунд прошло. 85 процентов овердрайва. Но железно, железно, железно каждую минуту может быть овердрайв. Железно. Просто железно. Каждую минуту может быть оверка. Быстрее минуты. Так, 15 секунд у нас. 15 секунд. То есть если на паладине это была самая жесткая максимальная скорость набора, то тут это на постоянной основе каждую минуту у вас овердрайв. Каждую минуту. Просто каждую минуту. Так, 30 секунд. У нас прошло уже. А, нет, еще не прошло. О, сейчас 30 секунд у нас почти прошло. Было 8... Ой, 7,15. Есть килл. Есть килл. 80 процентов. Не успеваю, меня сливает. Проходит у нас 45 секунд. У меня 90 процентов. Но даже, короче, за 45 секунд... За 45 секунд можно иметь овердрайв на Крусейдере. За 45 секунд. Но его нужно, конечно, максимально быстро прожимать. Потому что когда у вас оверка копится, ну, настолько быстро. И вообще нет никакого смысла держать. Вам нужно ее моментально. Просто раз за разом так. Бух, бух, бух. Ну, и если у вас, например, есть заданка с как раз-таки прожатием овердрайвов, то ее можно очень-очень быстро выполнить. Очень быстро, да. Ну и Кризис плюс как раз-таки драйвер работает великолепно. Великолепно. Великолепная комбинация. Так. 77 процентов овердрайва. 80-90 у меня. 90 и плюс килл. Я уже сбился по поводу времени, за сколько быстро я ее набрал. Так. Ну вот 40 секунд у нас. 5-40. 5-40. 5-40. Попробуем сделать последний итоговый рекордик. По скорости набора овердрайва за от нуля до сотки. Так. Есть даблкил от наших тиммейтов. 5-40 у нас было. Раз килл. Два килл. 60 процентов овердрайва. Хоппер, который, наверное, хотел бы вжать в меня оудик, но он его вжать не успеет. Так. И... 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 Есть овердрайв. 40 секунд. 40 секунд. Четко. Вот четко по таймингу. 40 секунд. У меня плюс овердрайв. За 40 секунд. Не, ну это очень сильно. Это очень сильно. Это мега сильно. 64 килла. Ну ладно, мне тут с боем, конечно, очень сильно повезло. И бой здесь, в принципе, это... Ну, не та вещь, которая меня больше всего интересовала. А мне больше всего интересен был набор. За какой минимальный период времени можно вообще набрать эту замечательную соточку. Да. Эту замечательную соточку. Но выглядит прям очень жестко. Да. Вот, кризис. Плюс драйвер работает максимально эффективно. Это прям получается тотальный развал. Просто тоталиус. Конкретный тоталиус срабатывает по развальчику у нас. Так, такую даю котлету на двоих по стене. Сбиваем двоим аптечки. Ну, если кто аптечки не прожимает, то можете не прожимать. 74 килла. Полторы тысячи очков у нас за ДМку. Полторы, мать его, тысячи очков. Здесь две тысячи можно набрать. Две тысячи очков за один бой. Давайте попробуем сделать это. Давайте сделаем эту грязючку. Давайте сделаем эту реализацию. Так, Крусейдер. Ой, Крусейдер Хоппер. Так, 80% Оудика у меня. Харечек дает тычечку. Хорошо, на откатики добавляем. Добавляем. Появляется у меня овердрайв. Так, даем вот такую вот саурдолетину. Без урона. Хотел я сначала вниз, потом понял, что лучше переводку наверх. Но по итогу у меня ни туда, ни туда не залетело. Так, и Орес под оверкой. Пробуем по нему тоже покидать. Меня сливают. 1700 очков. 85 килов. Жесть. Просто жесть. И вы можете посчитать в комментариях, написать, кому не сложно. Если интересно, сколько я вообще овердрайвов за этот бой прожал. Да? За 10 минут катки. За 10 минут катки. Ну, очень быстро копится оверка. Прям мега быстро. И эта комбинация, конечно, максимально, как по мне, эффективна. 10 тысяч кристаллов. 11 тысяч опыта. За катку с досрочкой. Да? На новом Крусейдере с устройством драйвер. Практически 90 килов. 89. Жесть. Это просто жесть. У меня другого слова подходящего под эту всю тему нету. Ну, и иметь овердрайв меньше, чем за минуту. Это очень жестко. За 40 секунд. Ну, вот исходя из того, что я полностью брал. Да, вот самое быстрое. 40 секунд. За 40 секунд плюс овердрайв. Это, конечно, очень жестко. Очень жестко. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Вот вам. Новое устройство драйвер, которого можно реализовывать с кризиса. Да? И иметь настолько мега быстрые овердрайвы. Ну, и это, конечно, как по мне, лютейшая имба. Просто лютейшая. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравился. Ну, и за старание, конечно. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну, а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.